Одна пятая часть всех правонарушений в Кировской области совершается в состоянии алкогольного опьянения. Подавляющее большинство пьяных преступников – мужчины. Половина из них не работают, а третьи имеют судимость. Профилактика подобных правонарушений – одна из главных задач полицейских. Сегодня об этом говорили в областном управлении УВД. Тему продолжит Анастасия Вайнолович. Бытовые преступления на почве алкоголя – головная боль полиции. В большинстве жертвами домашнего насилия становятся беззащитные женщины, а также дети, престолелые граждане и даже инвалиды – люди, которые физически не могут постоять за себя. В текущем году к ответственности уголовной за причинение легкого вреда здоровью привлечен 101 гражданин, за нанесение побоев – 876 граждан, за их систематическое нанесение – 191. За истекшую неделю зарегистрированы два убийства и пять фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Так, 2 сентября житель Октябрьского района Кирова вернулся домой пьяным и начал ссориться с женой. В ходе конфликта женщина нанесла супругу ножевое ранение грудной клетки. Сейчас по этому поводу ведется следствие – женщине грозит до 8 лет лишения свободы. Подобные ситуации случаются нередко и чаще всего в неблагополучных семьях. Такие семьи ставят на профилактический учет. Они контролируются правоохранительными органами. Чтобы снизить процент преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, полицейские выступили с инициативой губернатору. Более третий преступлений в состоянии опьянения совершается в выходные и праздничные дни по инициативе Управления внутренних дел России по Кировской области. Губернатору области внесен проект простановления об установлении дополнительных ограничений времени продажи алкогольной продукции на территории Кировской области, которым предлагается полностью запретить продажу алкоголя крепостью свыше 15% в выходные дни. В настоящее время он находится на рассмотрении. Уже проведенные общественные слушания показали, что большинство жителей области проект поддерживают. Ряд преступлений, связанных с домашним насилием, можно предотвратить. Но это работа не только полиции. Потерпевшим следует обращаться в правоохранительные органы, а не оставлять обидчиков безнаказанными. Своевременный звонок в правоохранительные органы уже неоднократно помогал предупредить наступление тяжких последствий ссор и конфликтов. Не оставляйтесь равнодушны к внутрисемейным проблемам своих родственников, друзей и знакомых. Тем более, если это связано с применением насилия. Сообщите об этом сотрудникам полиции. Анастасия Войнолович, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.